здравствуйте еще раз будем продолжать тема ну смотрите у нас там были предпосылки теперь память и последствия сегодня будут связаны с событиями холокоста на примере белорусского кейса то что я сегодня вам рассказывать это такое work in progress то есть это то чем что мне сейчас интересно и чем я занимаюсь последнее время и я надеюсь что зато может какая-то статья получится в лучшем случае то есть это не объемы диссертационного исследования до любом случае они на пока не на том этапе работы чтобы презентовать какие-то итоги диссертационного исследования как это было вчера допустим когда вы много всего говорила еще бы столько рассказала вот поэтому сегодня тема такая как бы компактная и но все равно я с вами поделиться тем с моими как бы соображениями моими наблюдениями и я рада поделиться еще и с тем намерением как бы до ожиданиям что вы все-таки заинтересованы люди так или иначе у вас есть какой-то опыт больше меньше работы с еврейским наследием том числе наследием который касается событий холокоста и я еще также надеюсь что у нас останется время в конце этой пары и мы обсудим как ты может быть поделимся каким-то соображениями наблюдениями может быть не только на белорусском кейсе о том как сегодня сохраняется память о холокосте и как мы изучаем холокост и что мы понимаем под холокостом потому что если практически начинала на первой лекции когда говорила об историографии как меняются понятия проблематики холокоста и понятие того что мы изучаем когда мы изучаем холокост вот так что я надеюсь что мы еще обменяемся какими-то мнениями может быть у вас будут вопросы вот пока поделюсь тем что есть у меня сейчас но я также рада сказать о том что сегодня утром я доделывала свой доклад и презентацию потому что здесь коллегами подсказали много отличных кейсов чем показательных о которых я не знала и большое спасибо у меня есть авторы сегодняшней лекции вот так что ну да в общем это не только такие находки которые я сделала давно и в один момент который я должна отметить а у меня не будет представлена в моем выступлении общинная деятельность то что понятно что общины работы с темой холокоста и в рамках членов общины нет такого вопроса да что только холокост для чем это это понятно поэтому вы чисто как бы активность еврейских общин белорусских я не затрагиваю а что я затрагиваю значит о чем я буду говорить куда я вписываюсь а секундочка или ладно не секундочка минутка теории куда я вписываюсь со своей работы на первых это конечно паблик history здесь я на всякий случай написала ну что это такое хотя из названия уже понятно что это за направление исследование памяти в общем 70-е годы гуманитарные науки переживают кризис если красненько и советском союзе кстати тоже да вот это спор физиков лириков рост популярности профессии инженер в это же время в советском союзе но то же самое примерно на западе и многие гуманитарии том числе историки как бы начинают задаваться вопросом а где мы вообще будем работать когда мы выучимся ну и начинается как бы некое размышление на эту тему и она приводит исследователей постепенно к тому что есть такая совершенно легитимная совершенно нормальная сфера деятельности профессиональных том числе историков как публичная история то есть это представление истории в музеях ой пардон я увидела там отпечатку ну ладно это какую-то какие-то камера проекты связаны с коммеморацией так или иначе а и это тоже всего может и должен делать профессиональный историк а не только преподавать историю желательно музыка или там писать какие-то научные работы которые мы мало кто читают то есть работа с публикой это важная часть исторические исторического поля да вот ну поэтому конечно то что о чем я буду говорить это паблики 3 добавили кисторе так даже на первый взгляд и делится на скажем так официальную и но неофициально ну ладно то которая финансируется государством которые не финансируется государственными структурами в нашем регионе это особенно сильно заметно естественно на западе таких четких разграничений не будет вот поэтому учитывая как бы специфику ситуации в нашем идеологическом более да можно так сказать а также получается что я исследую историческую политику вот современную правда потому что историческая политика может быть разные времена естественно да и политик политик гешихте политикал хистрии ну на русский язык это скорее переводится как историческая политика а это скорее калька с польского политиках исторично вот ну и здесь понятно да это набор приемов и методов я уже зачитаю с помощью которых находящиеся у власти политические силы используют административные финансовые ресурсы ну и всякие другие ресурсы естественно которые у них есть и утверждают определенные интерпретации исторических событий в соответствии с видением настоящего и будущего этого государства который данный момент существует да и для чего это все делается алида асман которая много всего написала на тему memory status написала и на тему исторической политики также она отмечает ну и это по моему достаточно очевидно что цель это внутренняя консолидация населения внутри страны и вокруг существующей государственности которая выстроена да ну да я сказала про пабликистрии немножко про возникновение здесь более подробный слайд о возникновении политики шихте значит да и почему я про это говорю здесь можно было бы это опустить но а я хочу особенно подчеркнуть вот это направление исторической политики исследования исторической политики потому что он рождается как известно может быть вам и споры историков а в германии опять же фрг восьмидесятые годы о том что нам дальше делать со знанием о холокосте и выступали ну может быть не совсем понятно с этого слайда две группы историков и взгляды могли немного отличаться внутри скажем так этой условной команды да но так или иначе а два видения формируются первое это более консервативное на тот момент видения и началось все собственно с публикации эра 100 0 то где он заявил что колокост это реакция германии на сталинские репрессии да это то что мы называем сегодня ревизионизмом и осуждаем вот но тогда 80-е годы это был острый вопрос и да и значит эти историки говорили о том что нужно уже как-то а проводить некую политику нормализации то есть хватит значит осуждать а немецкий народ холокосте таким образом его подавляя и а только усугубляя эту культурную травму которая уже существует у населения фрг ну да и гдр тоже но они не рассуждали а восточной германии вот и как бы нужно уже прийти какой-то нормальной ситуации хватит нас обвинять в холокосте ну как бы такой посыл если очень простыми словами вот и были естественно противники этого взгляда который в итоге победил как мы понимаем на данный момент историки выступавшие немецкие историки выступавшие за недопустимость ревизии холокоста и преступления нацистского режима они говорили о том что катастрофа холокост должна быть в центре германской идентичности и демократизации общества же это важный как бы этап а на пути к демократии переосмысление этого холокоста и так далее вот ну и в начале двухтысячных эта же тема поднимается среди польских историков но я вам уже сказала в связи с чем поднимается связи с какой публикации я то я там уж гроз соседи вопроса коллаборации вот и поляки начинают ругаться между собой его я имею ввиду в академической сфере начинается то что мы называем войны памяти и как бы вот холокост оказывается в центре этой войны памяти вот ну и соответственно сейчас вот я вам предлагаю посмотреть из того что я пока обозреваю на белорусский кейс какое место катастрофы или холокост занимает в политике памяти в беларуси там тоже довольно непростая ситуация последние годы как вы понимаете и вообще как бы на всем том пространстве которые мы все еще иногда называем постсоветским хотя уже есть вопросы к этому понятию и вот да у нас непростая ситуация вот и холокост опять оказывается как бы таким но не то чтобы наверно камнем преткновения пока что но такой проблемной истории от которой хочется абстрагироваться придать какому-то забвению это по возможности игнорируя и так далее так ну методы исторической политики я думаю это все понятно вмешательства в школьные учебники сми манипуляции архивами и так далее некоторая литература по паблике истории исторической политики по исторической политике больше на русском языке я здесь привожу потому что ну не будем конечно тут лукавить эта проблема является актуальной для современной россии поэтому многие работы приводятся на русский язык и ну как бы вот пользуются популярностью если угодно у читателей вот на паблике истории тоже есть работы но в основном они англоязычные еще пока что да а здесь на этом слайде я представила такой визуализацию на тему того что написано опубликовано по холокосту потому что естественно любая public history публичное какое-то действие экспозиция в идеале они должны создаваться на уже существующих научных исследованиях и на публикации научных документов или любом случае на каком-то комплексе выявленных источников ну и здесь смотрим что у нас получается обращаем внимание естественно на годы когда это все происходило вверху списочком то что мне не удалось в ряде случаев найти обложки но ты думаю неважно в случае сборников документов у них обычно не очень выразительные обложки поэтому можно давать списком а значит а верху представлены а сборники документов которые составляют как ну скажем так автор еврейского происхождения автора белорусского происхождения то есть это как бы такая вот совместно еврейская белорусская работа если угодно вот среди структур которые спонсируют издание этих сборников не только национальные архивы республики беларусь где хранят хранится основа комплекс данных документов но также и допустим еврейские фонды и так далее вот и вся эта активная работа по изданию документов связанных с холокостом в беларуси до свидетельствует палачи и уроки холокост это известные сборники и как вы видите немного все это начало двухтысячных и заканчивается в 2010 годам пока что это приостановлено потом у нас есть ряд работ исследовательских здесь естественно внизу я привела не все который так или иначе связано с темой холокост и вообще холокосте беларуси а что называется вот историки в академии описали больше в 90-е годы что понятно и в начале двухтысячных потом как-то о холокосте писать перестали а если и пишут о холокосте как допустим инна герасимова то ну находясь в германии вот а марш жизни как спасали долгеновских евреев и издают в россии но я не прям как бы акцентируя внимание ваше стараясь как бы подвести к мысли что как небезопасно или или тогда или издавать там что-то холокосте беларуси нет но как бы есть такая тенденция что уже находясь а за границей эти авторы его продолжают свои исследования по холокосту и они почему-то издаются не в беларуси а за границей вот катастрофа евреев беларуси одна из самых известных работ по истории холокосты беларуси ли они с маловицки тоже ну как бы вообще-то то ли они эта работа была написана также у нас есть известный историк евгений разоблад который проживает в бресте и работает в университете в бреском да да а и он много писал о холокосте в 90-е годы у него даже есть книга посвященная а брестскому гетто если не ошибаюсь на обложке мне не удалось найти в интернете в 90-е годы и наиболее известная работа топинские евреи тридцать девять и сорок четвертый год и это тоже все конец девяностых и есть второй комплекс документов а это скорее к публикациям источников потому что издаются эго документы преимущественно связанные с бывшими узниками судьбой бывших узников минского гетто которая готовит историческое мастерская в минске есть такая организация подробнее скажу особенность работы этого исследовательского центра и издания всех этих книг они издаются не на государственные деньги вот поэтому ну как бы то есть мы видим да что наиболее активная работа шла в 90-е нулевые вот сейчас пока особенно ничего не представлена эта тема не прорабатывается дальше но у нас есть источники которые и в 2015 и 18 условно до издавались но это опять же ну какая-то альтернативные до средства финансирования вот если говорить об источниках то источники по холокосту также представлены в простите не очень качественная картинка белорусской архивусной истории у которого регулярно происходит сбои в работе на сайте и поэтому периодически этот архив ну не то чтобы очень богатый но вполне оказывается недоступен и там тоже есть материалы изучение холокоста да и второй пример а книга о воле его новой промовленные истории это значит как промовленная произнесенная да история как историю которых проговаривают исследовательница устной памяти и там тоже есть скажем глава по холокоста то есть мы видим что когда дело доходит скажем до устных источников то тему холокоста тоже а белорусские исследователи затрагивают но это не прям вот и холокоста в устной истории да это не книга на сто процентов посвящена этой проблеме а это вместе с белорусской темой и как-то иногда даже вскользь да ну даже дальше если мы идем да если мы двигаемся дальше каким-то конкретным примером из публичной официальной публичной истории и исследуем конкретно историческую политику политику памяти и насколько в этой политике памяти холокост представлен то мы начинаем систему образования белорусский кейс в этом но плане супер показательным потому что уже очень много лет в беларуси существует единый учебник по истории а и этот единый учебник наиболее выборенный наиболее так сказать соответствующий текущей текущим потребностям в освещении исторической темы а он ну как бы супер показать да то есть не надо даже если хочется хотя бы немножко разобраться в этой теме надо глубоко копать можно взять актуальный а учебник по истории и будет все понятно и что там пишет о холокосте но естественно первое что я сделала а здесь у нас кутоплакатик в нашей школе а вот я зачем его здесь уставила не для того чтобы вы киар посмотрели хотя тоже можно а чтобы показать вам как визуализируется школьный музей это маленькая картинка школьный музей это обязательно музей связан с историей второй мировой войны то есть и именно такой музей это только музей второй мировой войны до последние годы складывается такая ситуация и вообще в системе образования а память о великой отечественной войне она ну как бы сверх представлена ей уделяется очень большое внимание и существует факультатив как я выяснила а на днях обязательный который давайте я к учебникам перейду который называется великой отечественной войны советского народа в контексте второй мировой войны вот этот третий учебник и специально для факультатива изданы он издан уже очень давно типа в году наверное я точно не смотрела но наверное какой-нибудь год 13 12 и потом будет много изданий и можно провести ресерч и сравнить как представляется вторая мировая война в 2012 и как 2022 например и там будут изменения в тексте но что важно что есть такой факультатив что он обязательно для старшеклассников и наряду с тем что самый главный музей это музей второй мировой войны самый главный государственный праздник это день победы что еще если ну опять же а если школьный музей то это тематически все равно будет связано с великой отечественной войной если какие-то конкурсы школьных работ то это 90 процентов случаев по ощущениям будет связано с памятью великой отечественной войне спасибо деду за победу вот такой как бы нарратив а и тогда великая отечественная война тематически очень сильно представлена в программе школьного образования но мы знаем что холокост это часть как бы вот этой великой отечественной войны существенная часть особенно для беларуси которая была полностью оккупирована и там в каждом местечке убивали евреев потому что в каждом местечке жили евреев даже их там жило много вообще по переписи населения она не совсем правда точно потому что не учитывает вот этих присоединенных территорий о которых я говорила вчера западной беларуси западной украины но была провязана такая перепись населения в январе 39 года в советском союзе и по этой переписи населения не беларусь занимала первое место среди республик советского союза по количеству евреев но не очень большой отрыв был с процентом соотношения от украины но все равно и ну как бы да было очень много евреев беларуси и поэтому холокост естественно это большая трагедия и как же представлена эта большая трагедия в школьных учебниках которая как я сказала существенно значительной степени там много внимания посвящает войне вот у нас возьмем история беларуси история беларуси 17 начал 21 века и у нас здесь есть разделчик о второй мировой войне и судя по этому разделу холокост будет скорее всего представлена часть в параграфе 13 германский оккупационный режим на территории беларуси на немецком направлении вот ну ладно и и что там есть у нас на мы открываем страничку и смотрим и у нас здесь есть два понятия которые вводятся полужирным выделяются это гетто и геноцид это на белорусском языке учебник но если на русском языке точно перевод она я думаю что это не принципиально и у нас есть нововведение беларусских учебников последнее время наконец-то появился термин холокост я провела маленькая социологическое исследование конечно я очень сильно преувеличиваю это никакой не социологическое исследование не социологическое исследование вовсе я просила несколько своих ровесников 10 человек бывших одноклассников всяких друзей детства с которыми вместе училась по старым учебникам истории что такое холокост и 5 из 10 мне ответили что такое холокост это у меня есть подозрение что они узнали это уже окончил школу но это можно было тоже уточнить несколько человек вспомнили что это что-то негативное какое-то нехорошее событие во второй мировой войне на то есть слово холокост ну наверное ладно так вот немножко обобщая грубо мое поколение не знает потому что в наших учебниках этого не было данные потому что нам об этом не говорили на уроках истории и нигде не говорили в музеях нам об этом не говорили когда мы выезжали с классом и так далее на телевидении не говорили допустим и так далее но здесь у нас уже появляется холокост причем пишут почему-то латиницей а где то почему не пишут латиницей да непонятно ну ладно вот а и еще есть одно важное отличие в этих новых учебников допустим от старого учебника который издавался в 2012 году это тоже старой беларуси а 10 классно это тоже тематика вторая мировая война просто 10 классе изучали и историки критиковали а вот старый такой нарратив старый подход авторов учебника они говорили что очень много каких-то цифр сухих которые школьникам ну вообще они никак это не воспринимают и здесь цитаты из документа но понятно что это документ но так или иначе он приводится цитаты в учебнике и там и на что за последние 10 дней беларуси ликвидировано около 55 тысяч евреев минской области полностью истреблены причем от этого не пострадала на а преимущественно польской области ли до ликвидировано 16 тысяч евреев слонями 8 тысяч евреев сокращение а в области глубокого 10 тысяч евреев городе минске и так далее и тысячи тысяч 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 конечно если мы задумываемся это вообще страшные данные на ужасные данные но задумываются ли школьники может быть задумываются отдельные школьники или если учитель с акцентирует внимание на этом но вообще а было представлен такой высокой нарратив а и а если о евреях если концентрационных лагерях это это вот в основном эти тысячи человек без ники да совершенно увы и если мы сравним новый учебник то здесь я подметил для себя что история человеческим лицом еврейская девочка до прежде всего такого раньше не было в беларуских учебниках чтобы вот как бы представляли сказать пусть и маленького кавычках дать ну а тут может быть и не в кавычках человека но это у нас уже как бы история холокоста в лицах и это больше трогает и так далее то есть но все-таки нарратив немножко менять у нас и более человечным хотя все еще событиям холокоста в беларуси посвященного два абзаца один из которых о праведниках народов мира ну и чуть чуть ниже там еще о некоторых мемориальных комплексах самых известных и про них я тоже скажу да и несмотря на то что холокост отмечается здесь в тексте а но вот как обычно бывает во всех учебниках истории в конце есть список обязательных терминов там нет то есть еще не настолько а тут еще геноцид вот да и что же дальше я вам скажу я читала какие-то доступные мне разные статьи из преподавателей истории о преподавании вот этой стране истории холокоста а в школе и все как бы все как бы нормально но в том смысле ну с какой-то критикой я согласна и про сухие цифры тоже там пишется и бы то что термин колокост вызывает затруднение об этом тоже пишется но что меня затронуло в этой цитате обратите внимание ну я выделила естественно красном и быть вы уже прочли я помню чтобы удобнее было значит да почему евреев так мало пытается рассуждать истории и тут и в ходе рассуждения вот что напишет плюс всегда действует принцип свой чужой говоря о войне в беларуси считается что надо говорить о беларусских солдатах и партизанах а наших стертых с лица земли оккупантами деревья а те кто положил свои жизни воины свободы и это все правильно но ведь евреи цыгане психически больные они бы тоже ну дальше я не буду уже зачитывать они тоже как бы такие же люди и заслуживающие внимания да и они такие же вот как бы люди как и мы мне мне очень честно говоря задело и это все правильно ну то есть но вы понимаете да то есть есть представление о том что холокост нужно больше представлять больше проговаривать и больше разбирать эту тему но как бы то что о беларусах ну то что вот данная ситуация сейчас мы дальше пойдем я может быть более подробно объясню то что как бы в центре внимания все таки вот этот геноцид белорусского народа это как бы все правильно ну немножко такая да знаете позиция амбивалентная как мне видится вот и тут у нас еще давайте-ка посмотрим может быть мы пропустим это ну это здесь я также хотела вам привести примеры из того самого факультативного учебника обязательного факультативного учебника великая отечественная война советского народа в контексте второй мировой войны про всемирную историю я не буду говорить очень подробно не буду приводить примеры но там тоже вводится понятие гетто и хрустальная ночь рассказывается об антисемитизме в третьем рейхе тоже примерно в нескольких предложениях вот а вот этот факультативный учебник ну там да у нас тоже есть геноцид еще секундочку ну ладно ну да скорее всего это немножко потеряла мысль к чему я хотела это вам показать да ну и да и здесь есть те же понятия холокост с маленькой буквы и гетто да и смотрите в последнее время белорусской общественно-научной сфере разрабатывается концепция геноцида белорусского народа и очень много вопросов к этой концепции начиная с самого названия к почему именно белорусского народа и так далее сейчас немножко я вот приведу какие-то примеры из этой концепции и какое место нам санимать потому, что геноцид Исторически мы всегда ассоциировали с холокостом, да, а что такое геноцид белорусского народа, и какое место там вообще есть ли холокост в этом геноциде белорусского народа, и кто такой белорусский народ, вот здесь надо как бы немножко разобраться на примерах. Но здесь просто вам пример из моего, так сказать, поисковика, когда я загуглил геноцид белорусского народа, я получаю холокост в Беларуси. То есть это как бы пока что Google понимает как синонимичные понятия. Мне кажется, что стоит сказать, что определённый круг учёных и вообще-то дети запасывают эти понятия. То есть онлайн-учёные, которые, я считаю, профессиональные в Беларуси, они о географии белорусского народа не пишут и не считают это вообще проблемами в контексте? Может быть, да, но я здесь говорю, ну как бы моя задача показать не работу учёного сообщества, а вот именно публичную историю. Вот, у нас есть учебник, ну это как бы не учебник, да, это, сейчас я вам скажу, что это. Информационно-аналитические материалы и документы изданы в 22-м году. Книга включает справочно-аналитические документы и материалы генотиды белого народа во время Великой Отечественной войны в послевоенный период и использование нацистской идеологии участниками попытки государственного переворота в Беларуси в 2020-м году. То есть понятно, да, какая это история, и не будем задаваться вопросом, история ли это. Я посмотрела эти аналитические материалы, которые, между прочим, на Велберис стоят 1497 рублей. Вот, и они двоязычные, тоже особенность, да, этого издания. Я уже не дажу скринов, вот здесь видно, да. То есть столбик на русском языке, столбик на английском языке, приводятся какие-то документы, и обложка говорит сама за себя, тут враги белорусского народа, да, изображены. И, ну и что вам сказать, да, на этот счет? Ну вот, я посмотрела эту работу, 18 упоминаний о евреях. Есть глава о Минском гетто, отсутствует термин «Колокост». И, ну и что, и о евреях в основном упоминается очень-очень кратко, без подробностей. Ну, 18 употреблений этого слова. И в контексте Минского гетто, основная часть употреблений, и в контексте различных там концентрационных лагерей, там, допустим, «Тростенец», «История Тростенца», такой самый крупный концентрационный лагерь в Беларуси, а в контексте, там, каких-то других урочищ, где также расстреливали евреев, вот. Ну, то есть, вот, как бы, там были белорусы, там был геноцид белорусского народа, но еще и вот евреи, да, и упоминается. И, ну, да, это пример документа, высказывание Гитлера. Вот высказывание Гитлера о евреях, да, ну, тут, может быть, не очень. Это важно, это первая глава плана в Назильской Германии по осуществлению геноцида. Ну, там, собственно, главы, там изданий нет как таковых, там просто разделы с названиями. Вот. Чтобы было понятно, что такое геноцид белорусского народа, а вот вам, ну, то есть, что под этим конкретно понимается. Вот вам примеры. Сейчас я тоже так повернусь, чтобы не было угодно меня это смотреть. Так, что мы видим? Истребление мирных граждан, военнопленных, угодно над немецкой рабством, это то, что мы всегда называли устурбайтерами, разрушено и сожжено городов, разрушено и сожжено деревень, какое-то количество населенных пунктов, не буду называть, видите на слайде, уничтожено вместе со всеми или частью населения. Ну, это Акрин, скорее всего, да, тут классический пример. И, любопытный последний пункт, уничтожено более 270 тысяч построек в городах и на селе. То есть, уничтожение построек, что неминуемо в годы войны, ну, любой войны, да, вперед любой войны, это тоже геноцид. Ну, то есть, понятно, что тут уже все, в общем, собрали все претензии. Вот, ну, как, ну что, ну да, были такие, это трагическая страница в истории Беларуси, которая оказалась, да, ареной войны. Вот, ну, хорошо, у нас есть новое, кстати, недавно определение понятия геноцид. Раньше под геноцидом мы что понимали? Что, 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 скажите мне? Прямое убийство. Кого? Расовый там, что там, религиозный, национальный, технический признак. На самом деле геноцид входит и в создание условий препятствуют воспроизведению или просто проживанию. Да, да, вот, спасибо, Дмитрий. То есть, получается, раньше мы, как обычно говорили, геноцид, первая мысль, это массовое уничтожение по какому-то там национальным, расам и так далее, официальному признаку. Это когда преследуют и уничтожают всех. А теперь у нас новое понятие геноцид тоже, знаете, а-ля, вот, как я вам показывала, понимание термина, простите, антисемитизм. Много разных определений. И теперь, как бы, тоже это вот, как бы, у нас этот термин геноцид немножко расширяется. То есть, это и создание неблагоприятных условий для того, чтобы народ дальше как бы развивался, воспроизводился, жил вообще по-человечески. Это полное убийство, действие направлено на полное убийство или на частичное убийство, часть населения, да, то есть, как бы, строго говоря, под эти критерии, вот это как бы понятие геноцида белорусского народа, ну, как будто бы, да, не считая уничтоженных построек, как будто бы, ну, логично укладывается, да, другое дело, как мы эту тему, как говорится, развиваем и как мы о ней пишем. И что еще вам здесь показать? Появилась база данных, плохо видно, к сожалению, маленькое, плохое качество. Белорусские деревни сожжены в годы Великой Отечественной войны, то есть, определенно появляются порталы, базы данных, которые, как бы, способствуют изучению этого геноцида и проработке этой темы. Мемориальный комплекс Хатынь – это просто символ, да, новой парадигмы. Опять у нас как-то актуализируется этот мемориальный комплекс, построенный в конце 60-х годов. Да, Анна. Мне кажется, просто если так рассматривать геноцизды, тогда любая война, когда во время такой войны происходит геноцид, то есть вообще стирается смысл этого тема? Есть такое, я согласна, да. И здесь у нас какие-то вот грани, да, размываются. Между тем, что такое геноцид и что такое некеноцид? Когда в любой войне здесь геноцид. Просто, например, когда сжигали селы дворусские, я так понимаю, что были случаи с детьми и с женщинами, это не во все войны было во время. А, что вы имеете в виду сгоняли всех, в том числе детей и женщин? Нет, ну да, смотрите, ну, конечно, у нас здесь история Второй мировой войны, она у нас выдающаяся в том смысле, что было массовое насилие. Это самая жестокая война нашей современности, которую мы знаем, в средневековье еще. И, да, и есть работы, которые посвящены тому, почему такой уровень жестокости именно на Восточном фронте был. Почему там Запада привозили тех же евреев в белорусские конституционные лагеря и так далее. Есть исследования тому посвященные. Поэтому, да, здесь никто не отрицает, что уровень насилия, он был беспрецедентный на Восточном фронте. Ну и вот как бы в Белоруссии тоже получается. Это я к чему сказала? К чему сказала геноциду? Ну, то есть, да, а еще мы здесь можем упомянуть расовую теорию, которую руководствовались нацисты, оккупировавшие территорию, установившие там, значит, свое... Анна, я согласна, да, что термин размывается, но мы сейчас не будем углубляться в это, потому что мы сейчас пойдем к примеру, там, воин 19 века, я чувствую, да, там, средних веков и так далее. Конечно, любой оккупационный режим, который устанавливается, да, захватывает территорию. И что нам надо? Нам нужно как-то с местными разобраться, потому что они сейчас нас будут там сдавать или там саботировать или еще там что-то такое, да. И поэтому, естественно, устанавливается всегда очень жесткий режим, и местное население, которое оказывается таким образом в плену фактически, они очень сильно страдают. И да, мы там можем усматривать вот эти вот симптомы геноцида. Это еще связано с понятием тотальной войны. Да. А это тоже изобретение 20 века, когда, типа, война распространяется на все и вся, без каких-то там конвенций и так далее. Да. Хорошо. Так что, ну, понятно, что есть у нас проблемы с этим, естественно. С определением я имею в виду. У меня здесь есть ссылка, но я так чувствую, что уже не надо. Ну, ладно. Ну, я покажу, но вы немножко видели в перерыве, да. Настоящий геноцид. Есть разный любой, а есть настоящий. Вот. Значит, проект издательского дома Беларуси сегодня при поддержке генпрокуратуры. Вот. Здесь сразу акцентируем внимание, что генпрокуратура сегодня, ну, вот в условиях новой парадигмы, стала важным исследовательским институтом историческим в Беларуси, да. То есть ее влияние колоссально. Вот. Ну, и тут можно скролли, 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 всякое рассказывают, разные огромные цифры показывают. Есть статьи и есть статья о Минском гетто, которая начинается нетривиально, с отсылками к протестам 2020 года. Но я не буду вам показывать, ну, это, в общем, видео, опять же, есть. И это, ну, если есть большое желание, можно посмотреть. Дальше я сейчас закончу с геноцидом, обещаю. Дальше, последнее, о чем я хотела сказать, это про учебники, которые для школьников, которые, ну, вот вы видите здесь цитату, которая рассказывает о геноциде белорусского народа и, а, пардон, их разработали в Республике Беларусь, да, и их разработали в генпрокуратуре или под кураторством генпрокуратуры. И самое впечатляющее, конечно, то, что бросается в глаза уже просто даже на этой фотке, это то, что такой учебник разработан для учащихся первых-четвертых классов. Самый возраст. Познакомиться людям с правдой жизни. Вот. Ну, то есть, понятно, да, что это все, конечно... Да, как там представлен Холокост, честно признаться, я не смотрела. Есть, конечно, ожидание, что будет слово Холокост в третьем томе, наверное, и что там не будет широко и подробно рассказано о проблемах Холокоста, вот, но... Ну, да, можно посмотреть. Я не думаю, что там будет колоссальное отличие в том, как раскрыта тема Холокоста по сравнению со школьным учебником. Ну, по-моему, я смотрела 10-й, 10-й класс, там нету. А нету вообще? Вообще. Ну, там это, там картинки по поводу того, как вот мы сейчас осуществляем поиск этих мест, как раскоп придется, вот это вот все. Ну, понятно. Простите, а там же, на этом сайте, там упоминается крестинец, а он не упоминается в ключе истебления евреев, правильно? Упоминается, да, это место, куда вывозили... Но не используется термин Холокост? Нет. Самый большой главный сайт лагер, где он учитывал, сколько там евреев, например. А, на сайте? Надо посмотреть. Может быть, упоминается. Ну, обычно упоминается, да, что туда свозили евреев. Да, то есть, но это тоже одно упоминание, это будет одно предложение, без подробностей. В старых учебниках, опять же, было даже непонятно, а почему евреев свозили, да? А там еще было интересно, кстати. Естественно, вам не буду показывать, опять же, в предыдущих вариантах школьного учебника, говорилось о том, что, значит, были гетто, туда свозили евреи, такое-то количество огромное евреев погибло, было расстреляно. В гетто устанавливалась администрация из представителей еврейского населения, Юданра . Дальше, как говорится, додумывайте сами, да, вот. И понимаете, как хотите. Да, то есть, многое не проговаривается. Из-за этой непроговоренности, отсутствия, да, вот этих пояснений, дополнений, появляется много вопросов. У тех людей, которые захотят их задать уже, как бы, не все, естественно, задумаются. Это тоже понятно. И, ну, что вам сказать, да, вот к чему я клоню в этом моменте? Как бы разработка темы Холокоста в научных исследованиях и в публичной истории, как бы, да, чтобы мы могли, там, взять для публичной истории, из научных исследований связи, это никакой нет. Она, как бы, отсутствует. И те работы немногие, которые у нас еще есть, которые уже написаны, Эммануилу Иоффе тоже можно привести. Он в 90-е годы писал о Холокосте в контексте общей истории евреев в Беларуси. Те немногие исследования – это все событийная история. Это вот, как я вам начинала на первой лекции рассказывать про Рауля Хельбека и destruction of European Jews. И, то есть, вот как это происходило, что вот были гетто, как там люди в гетто жили, что они там ели, ну, это все важная история, там, повседневная история, конечно, но вот нету, как будто бы, никакого влияния последних историографических вот этих поворотов в исследовании Холокоста на белорусскую академическую науку. Ну, в общем, вот так. То есть, это тоже нужно на это обратить внимание. Вот. Надо сказать, что кроме вот этой официальной, исторической политики есть еще образовательные инициативы, которые не относятся к исторической политике, как мне кажется, в полном смысле, да, во всяком случае, к существующей идеологии. И здесь у меня немного примеров, к сожалению, которые я могу вам привести сегодня. И тот пример, который я уже называла здесь, пожалуй, приведу, это работа Минской исторической мастерской, которая, давайте я вам сейчас... Ну вот, допустим, с этого слайда можно начинать разговор о ней. Она была открыта в 2003 году, находится в Минске, в историческом здании. А если я ничего не путаю, это было... Я когда-то там была на экскурсии, это было уже старик назад. Вот. Но, по-моему, это здание является местом, куда свозили евреев перед тем, как отправить там дальше по каким-то этапам. Ну, в общем, что-то такое. Вот, к сожалению, я хотела уточнить эту информацию, но у них на сайте этой информации нет об истории здания, хотя оно, ну, как бы, важное и историческое. Вот. Но, так или иначе, значит, что мы можем сказать из информации на сайте об исторической мастерской? Это то, кто финансирует данную институцию. И мы видим, что здесь государственной поддержки нет в их просветительской работе. И в чем же заключается тогда просветительская работа, тоже скажем. Ну, вот один из кейсов относительно недавнего 2016 года мне разработали, как бы, в помощь учителям, для учителей такие карточки, как бы, по истории Холокоста. И это, вот, «Минские евреи. Жизнь до войны», да, «Жизнь в гетто», «После войны», какие-то еще там отдельная история «Минского гетто». Карточка всего, если я не ошибаюсь, 16 карточек. И это, как бы, такой дополнительный материал, который может учитель использовать, ну, ввиду того, что в учебнике сказано два абзаца, то вот, хотя бы такой какой-то материал, их можно, допустим, отксерить, использовать как раздаточный материал для студентов и так далее, вот, чтобы расширить вот это понимание сути еврейской проблемы, проблемы Холокоста на белорусском кейсе. Вот, это, были изданы эти карточки очень маленьким тиражом каким-то смешным, но зато их можно скачать на сайте, это все доступно. Вот, потом, с чем они еще занимаются? Образовательные мероприятия, они выезжают в разные учебные заведения и выступают там, рассказывая о Холокосте и о Великой Отечественной войне тоже, вот, и еще они проводят молодежный конкурс. Обратите внимание, страны участников России, Беларуси, Польша, Германия, и здесь что нужно сделать по этому конкурсу? Следы еврейской жизни, прошлого и настоящего повсюду, их нужно только поискать, фотография говорит больше, чем тысячи слов, расскажите нам историю еврейского наследия вашего региона с фотографией, да, то есть это как раз вот работа с еврейским наследием, в том числе с Холокостом. Вообще, что касается работы с еврейским наследием, очень часто так бывает, были разные просветительские проекты еще в Беларуси, разного, скажем так, масштаба, этого охвата аудитории, но так или иначе, многие из них упираются, если мы говорим о просветительских проектах по поиску еврейского наследия, многие из них упираются в то, что еврейское, не то что наследие, а вот эти следы еврейской истории, еврейской жизни, вот этой цивилизации довоенной еврейской, да, культуры, они все находятся, ну, участниками, да, идет какая-то экскурсия, и мы неизменно приезжаем на какое-то место массового убийства, да, то есть мы все равно утыкаемся вот как бы в эту историю Холокост, это все равно какой-то мемориал, а даже несколько, были такие экскурсии, в которых я участвовала, такая инициатива была частная, ой, очень давно, в 2012-2013 годах, в поисках идиша, и идиш, где мы находили, ну, во разных, да, там, урочищах, да, вот, вот где мы идиш находили, вот, то есть довольно мало следов вот этого как бы еврейского культурного наследия, и все это так или иначе все равно упирается в трагическую историю Холокоста, которое, я, наверное, повторюсь, отсылочка к вышесказанному, очень мало проработано пока что, да. Есть проект «Центр белорусской рейско-культурного наследия», и там, они как раз в Холокост абсолютно не упираются, то есть у них там были проекты антиокетов по Минску, по еврейскому наследию, или там проект реконструкции виртуальной, специальной реконструкции Слоневской, по-моему, синагоги и другие проекты, да. Это очень хороший пример тоже. Да, белорусско-еврейский центр культурного наследия, если правильно не путаюсь в названии. Да, это очень хорошая инициатива, она была очень известна, она появилась в году, наверное, в 19-м, чуть раньше, да, ну, может быть, там, пару лет раньше, допустим. Вот, и они делали очень много культурных проектов для, скажем, изучения и популяризации вот этого вот как бы еврейского прошлого. И чем они, скажем так, нам важны, в отличие от еврейских общин, которые тоже занимаются изучением еврейского прошлого, это был очень публичный проект. У них был классный сайт, они хорошо продвигали свою программу, они сотрудничали с разными институциями. Кстати, с эфиром тоже налаживалось сотрудничество, насколько я знаю. Вот, но Холокост там не был представлен никак. Есть вопрос, почему, может быть, это работа на будущее, но, как бы, Холокоста нет, трагедии этой нет. В их нарративе, ну, в общем, да. Так, а что еще вам сказать? Ну, есть еще у нас мемориалы, естественно, очень кратко, приводя самые известные примеры, самый известный вообще мемориал, посвященный Холокосту. Вот, если мы даже будем разговаривать, там, в Беларуси, с какими-нибудь там, не знаю, белорусами, то, если они знают какой-то мемориал памяти жертв Холокоста, то это яма в центре Минска находится. Как вы видите, там дворы, жилая зона. Ну, это часто так бывает. И яма, где было убито более пяти тысяч узников Минского гетто, это самый известный мемориал. Почему? Потому что, смотрите, обелиск возник сразу после войны. Ну, почти сразу после войны. 47-й год. То есть это еще и один из самых ранних мемориалов, посвященных Холокосту. И на обелиске там написано на идише. И еще... Ну, ладно, на идише написано. Еще на русском языке написано. И там упоминается тысячи евреев. Что там написано? Можно найти это надпись. Более пяти тысяч евреев уничтожены здесь. Вот. И это зная... Ну, я думаю, у вас есть представление о мемориальной культуре Советского Союза, когда на многих мемориалах и различных памятниках указывали что? Что писали там? Кто тут? Кто тут? Мирные советские граждане, да, здесь погибли. А здесь у нас 47-й год и погибли евреи. Ну, это было достаточно необычно. И есть даже версия... Ну, это надо проверять, честно говоря. Поэтому я вам преподношу это как версия, что это первый в советской истории обелиск, на котором, в общем, указано, что здесь были уничтожены евреи, а не просто мирные граждане. Вот. Ну, и скульптурная композиция тоже такая, как мне кажется, довольно впечатляющая. Была возведена в 2000 году. Да. И это самый известный мемориал, посвященный Холокосту. Есть второй мемориал, который возник недавно, в 2015 году. И он, как уже верно было отмечено, редко связывается с историей Холокоста почему-то. Это концентрационный лагерь Тростенец, куда свозили в том числе евреев из Минского гетто, из других городков той округи. И там они, в общем-то, там и побивали, уничтожали. Там были печи. То есть вот это вот та фабрика убийства, о которой мы много читаем в литературе, по истории Холокоста. И мемориал, он состоит из нескольких объектов. Самый крупный тут, конечно, на фотографии, пропорции у меня немножко нарушены. Три фотографии, и на них объекты разных пропорций. Но самый впечатляющий – это вот эта скульптурная композиция. Она очень высокая, огромная. Вот. И к ней, вот она здесь находится, к ней ведет дорожка. И по обе стороны от дорожки указано количество жертв в разных регионах Беларуси. Вот. И кто-то из историков даже писал, что там указано больше вообще людей, чем в то время проживало в СССР. Ну, это тоже надо проверять. Хотя есть такая тенденция в белорусской публичной истории. Допустим, в музее Великой Отечественной войны тоже указано, что там белорусские партизаны истребили больше танков, чем в то время производилось в Советском Союзе. Вот. Ну, да, есть такая какая-то погоня за цифрами. Хотя мы уже с вами сказали, что просто голая цифра. Они, ну, на самом деле, не так впечатляют, как какие-то примеры личных трагедий. Ну, все-таки. Да, ну, что там есть у нас? Славбоны, да, в которых привозились, доставлялись люди в это страшное место. А что хочу сказать о мемориальном комплексе Тростенец, как человек, который прожил в том районе через дорогу, провел там все свое детство. Значит, это мемориальный комплекс построен... По-моему, это считается до сих пор за границами Нинска. Ну, то есть на окраине города. На той окраине города находится рабочий район. Совершенно неблагоустроенный, особенно по меркам современной урбанистики. И что? Ну, и там возводят, это значит, комплекс Тростенец. И там прекрасные дорожки, благоустроенная, как мы это называем, зона. Да, да. И местные жители начинают по-своему осваивать эту территорию. Мамы гуляющие с колясками, там, молодые какие-то люди на роликах. Весна — это запах шашлыков, который откуда-то раздается. Ну, не прямо, естественно, на месте, да, но все равно где-то недалеко. Потому что там еще такой лесок дальше начинается. И вот, как бы, это такая вот зона отдыха, да, получается. Так, де-факто. Но здесь я, конечно, не виню людей, потому что это вопросы к обустроенности вот той инфраструктуры, где они живут. Если это единственная дорожка с хорошим асфальтом, где можно проехать с коляской, ну, то что делать? Как бы, да, это ожидаемо. Аналогичную картину я видела в Бабьем Яру, когда я была в Киеве. Я поехала в Бабий Яр, ну, специально, там, с определенным настроением. Такое место трагическое, как бы, такая немножко сосредоточенная и подавленная одновременно. И там, значит, эти рвы огромные. И я так стою, и женщина с коляской прямо вот так вот через рог проезжает. Да, то есть там рвы, ну, они, естественно, поросли, ну, вы, наверное, видели. И дорожки вокруг рвов, да, то есть можно это все обойти, объехать асфальтированные дорожки. Но ей надо было куда-то срочно дойти, наверное, она куда-то спешила. И она прямо через, значит, вот это, как бы, по могиле, фактически, да, она вот идет и туда куда-то едет, куда ей надо. По траве с коляской, не знаю, мне кажется, проще по асфальту проехать. Ну, вот как бы так, да, ну, это я с точки зрения того, как в наших условиях часто обживаются, наверное, это наиболее подходящее слово, вот такие, как бы, места памяти. А почему это не развивает, то есть, ну, условно, сейчас мы упомянули Яд Башен, да, мы сейчас вместе упомянули Яд Башен, и, ну, как бы, Яд Башен очень понятно для всех, о чем речь идет. Почему Побияр, почему Тростенец не могут оформить так, чтобы люди понимали пообщающему речь и память сохранялись? Но, нет, здесь дело не о том, что они не понимают, о чем речь, а о том, что в отсутствие каких-то других, да, там, элементов инфраструктуры, актуальных, современных, а для них это не столько, для многих, я думаю, для тех, которые, как я в школе, не выучили, что такое Холокост, да, для них это не столько место, вот, как бы, такой, трагической памяти, сколько место, ну, удобное место для прогулки. Но, по-моему, они понимают, о чем речь, собственно. Но они понимают, они же читают, они умеют читать, да, естественно, там вот количество убитых, да, но одно другому как бы как получается? Одно другому не мешает как будто бы, да? Или мешает, но это такое... Нет, не все читают, некоторые просто проходит гимма. Нет, но все местные жители, они знают, что такое Торстенец, да, то есть мы знали, что такое Торстенец до возведения этого мемориала. Кроме того, там ещё есть другой, с вечным огнём, нету на слайде, вот. И там, кстати, тоже было место для шашлыков, для пикников, для чего угодно вокруг, значит, играла с местным... Ну, то есть вот как-то у нас отсутствие других возможностей, да, где отдохнуть, вот оно... Ну, а мне кажется, в Волгограде же тоже вот Мамаев-Лурган в основном такая рекреационная зона туристическая. И это как раз-таки и отличная репрезентация, да, того, что политика памяти вроде создает такие гениальные сложные места для того, чтобы все помнили, все включались. Но очень часто это просто становится таким рекреационным, эстетическим местом. Самая знаменитая вещь – это в Берлине мемориал еврейский, на котором на вот этих камнях люди начинали прыгать, сфотографироваться, веселиться. И делают это до сих пор. И делают это до сих пор. И ставят в инстаграме ЕОТ, в котором написано про Холокост и по местам, как для мемориалов, по Холокостаматам, потому что там масса убийств еврей, но в словочках тоже написано. То есть это в ЕОТ есть? То есть он ставит в ЕОТ на своей фотографии, которая просто эстетическая вещь на камни. Да, так что, что же здесь сказать? Ну, как бы моё мнение, почему так происходит, это в том числе отсутствие должного уровня образованности. То есть люди не совсем понимают, что это за место. Ну и плюс, а одно другому не мешает, отсутствие, как я уже много раз сказала, других зон для проведения. Вот. Ну и как-то с этим можно бороться, нужно с этим бороться. Не знаю, это опять же такой вопрос, знаете. Ну, это круто, когда у вас есть в городе большой комплекс, большой пар, куда вы можете в подавленном настроении пойти пасковать. Но в целом это не очень часто потребно. Ты, а даже если ты поспоришь, ты, ну, найдёшь себе другую свою личную локацию, куда ты придаешься. То есть ты из-за масштаба города, это не будет местом, куда будут стекаться вот тысячи горожан, потому что у них всё не по скриво, и они, ну, находятся, типа, опробуют это поделать, например, по скриво-месте. Всё равно окажутся более привлекательными для них какие-то другие стороны. То есть они как-то будут держать в уме всё это невероятную тему, но у меня было бы любое трава-земяное, ты пойдёшь и восхищаться природой, ну, просто, ну, чуть-чуть будет, кто похоронен, но это не стало страшно же. И же накладбище, естественно, хорошо. То есть там будет вот это раздарение, что вот, ну, то сказать, можно пойти на накладбище, наверное, своим воздухом, конечно же, а вот это что? Оно не так воспоминяется. Да, сложно. Это массово, наверное, тем каких-то не имеют. То есть точечно, если кто-то один не будет, там, иногда одиноко, когда дети не сомнятся. Ну, массово, ну, так, ну, нет, такой потребности, наверное, массово, это скрывать в каком-то месте вообще. А, может, ещё вопрос? Я не привила? Нет. А есть ли там, например, какой-то, помимо того, что там есть вот этот мемориальный комплекс, какой-то, например, музей? Ну, вот, и у меня, собственно, вопрос, а почему нет финансирования, чтобы был, ну, например, музей тут, там, книги, где, собственно, упоминается? Почему это, ну, я понимаю, что, собственно, наша тема, да? Ну, если, почему об этом не говорят прямо? О чём? А в музее. А, да, почему нет музея, где, собственно, есть шоу? А про музей у меня дальше есть. А про музей у меня дальше есть. А, что? Ну, там нет музея. А вот почему? Почему? Ну, не знаю, почему. Ну, то есть, есть музеи флаговское, да, например? А почему нет там? Ну, мне кажется, музей могут строить чуть-чуть тоже. Ну, есть же, допустим, музей под Вильнюсом, тоже массовое место массового убийства евреев. Панар. Панар, да, спасибо. И там есть музей маленький, но есть. Да, и тоже какие-то там мемориальные там объекты, ну, я имею в виду какие-то скульптурные и так далее. Но музей есть. А почему там музея нет? По сути, это тоже не просто музей. Не, так вот эти вагоны, это, кстати, экспозиция там внутри есть, просто она, как правило, закрытая и открывает то ли на какие-то, может быть, ну, типа праздники, что-то. По случаю. Типа Диатоллай, может быть, что-то. А вот я внутри не был там этих вагонов, тоже, поэтому не знаю. Ну, что-то такое очень, что-то такое минимальное на этой теме. Просто как будто упоминали имен и вечный огонь для большинства людей. Ну, да, была война, мы все об этом знаем, как бы, и что в этом такого? Ну, мы уже как будто привыкли, и понятно, что это ужасающе, но мы привыкли в нашем сознании, есть понимание, что была великоотечественная, много людей погибло, есть как бы вечный огонь. Мы помним и чтим там 9 мая, еще там кто-то из наших предков наверняка погиб, но конкретно ужас того, что происходило, и мне кажется, что большинство семей, там, если кто-то сохранился, там, еврейских, есть память, которую они могли бы принести в этот музей и оформить это как-то, чтобы люди понимали, через это в том числе образовывались. Я не уверена, как вы зовут? Софья. Софья, я не уверена, что через материальные предметы в должной мере сработает вот эта, как бы, эмпатия, что материальные предметы сегодня вызывают такую эмпатию, как какое-то время назад. Есть же большой спор про музеи и про мемориальные комплексы, вы про вечный огонь упомянули. Но давайте признаемся, что для абсолютного большинства вечный огонь это сегодня просто элемент, да, вот как бы лэндскейп, да, вот этот вот. И как православный храм, да, там вечный огонь, что еще там может быть кинотеатр какой-нибудь, типовой постройки рядом. Да, и то есть есть спор о том, что вот эти вот старые традиционные, назовем их так, методы транслирования какого-то исторического, трагического нарратива, они сегодня уже не срабатывают. И вот эти мемориальные, значит, всякие объекты, памятники, скульптурные, там, композиции и так далее, которые были построены в большом количестве, в конце 60-х, 70-е и в ранние 80-е, они уже на нас так не влияют, да, те обелиски и так далее. Ну, это еще может быть, да, как бы, больше впечатляет, да. Я бы сейчас немножко не смешно изменила по поводу моего кургана на Бугаграме, потому что, мне кажется, может быть, там, может быть, мои впечатления, может быть, я не совсем прав, но как будто бы из-за особенностей его, ландшафт, 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 мне кажется, это другое, да. Да, там нету такого перепресс-лайда. Ну, потому что там уникальный ландшафт, и он, как бы, тоже немножко, как бы, скажи, давит на нас, да, то есть... Ну, и там еще ландшафт, и в некоторых местах ты идешь, и там одновременно и звук, и монументы, это создает такое ощущение, что, ну, как будто бы там нету, вот этот инстаграмный такой... Ну, не знаю, может быть, я... Инстаграмная жизнь, я сразу вспоминаю, знаете, что музей Зои Космодемьянской. Да, 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 инстаграмная жизнь. Вы знаете это, да? Там же очень современное здание архитектурное построили, и если зайти, как бы, с другой стороны, нигде центральный вход, а, ну, соответственно, с другой стороны, то оно выглядит очень стильно, ну, потому что оно и есть стильное, и там многие фоткались, там, для инстаграма, там, какие-то фэшн-съемки проходили, да. Да, Анна, вы что-то говорите? Да, я хотела еще один пример сказать насчет музея, что в Новгородске есть, мне кажется, довольно хороший мемориал. А, да, я сейчас с ним вытужу. Там гетто, где люди сделали тоннель под ним, чтобы уезжать, вот, и там, как раз, когда я приезжала в Новгородск первый раз, я хотела сходить туда и в музей. Музей был с непонятным расписанием, непонятно вообще открыт, да, кто не звонит. Потому что это филиал. Я так к нему и не попала, но, к счастью, на самом-то мемориале там была очень все подробно, написана история с личными какими-то отрывками, и людей, которые там выжили. Хотя это было, понятно, что это видео, это было по-эффективнее, но в слове, когда ты просто был открытым небом, то, вот, как-то, в части истории личных тоже. Мне кажется, ты говорила любому человеку о том, что это происходило. Да. Ну, давайте тогда к музеям перейдем, последний сюжет, третий. Значит, музей Великой Отечественной войны в Минске я вам не показываю, потому что, да, его многие видели, если не видели, посмотрите. Особенность этого музея какая в плане представления о теме Холокоста, что там о Холокосте говорится, в основной экспозиции, но, опять же, очень-очень мало по сравнению с остальным темой. Ситуация, как с учебником. И вот Юлиан сказал, что была выставка, там, честно говоря, опять же, эту информацию я упустила и должна тоже полуглюсь посмотреть, что там конкретно проходили. Ну, это больше про еврейских партизан, то есть это не совсем к теме Холокоста, это к теме сопротивления. Ну, это тоже сюда обычно включают уже, да. Но, как бы, я его не показываю, да, это всё равно, что говорить об учебнике, да, то есть повторяем сейчас вот сказанное о белорусских учебниках школьных, вот. Одним из таких хороших, действительно, исключений, о котором только что сказала Анна, это музей еврейского сопротивления в Новогрудке, Новогрудок, город в Гродницкой области, на западе Беларуси. Это западная Беларусь, о которой я говорила вчера. Там работала директором музея историко-краеведческого замечательная женщина Тамара Вершбитская, и это её была личная инициатива создать вот такой музей. Значит, остался дом, здание, в котором раньше находилась гетто, ну, то есть, которое являлось одной из построек территории гетто. И там ужасная история, как бы, связанная с тем, что, ну, как бы, это, естественно, узников этого гетто постепенно истребляли той или иной акции, ну, как это было в истории любого гетто, и в какой-то момент осталось с ней очень много людей. И там, кстати, они воспроизвели, может быть, не совсем репрезентативные у меня здесь фотки, потому что нету полного здания, да, это типа такой барак, да, продолговатый. И в одном из залов они сделали традиционную, более экспозицию с фотографиями, с текстом и так далее, какими-то отдельными материальными предметами. Вторая часть зала — это бараки, и они тоже очень, кстати, впечатляют. Да, и там история этого новогрудского гетто уникальна в том, что люди, ну, немногие из тех, которые уже остались в живых, они, понимая уже на тот момент, какая судьба их ждёт, в ближайшем будущем, они делают подкоп. И они четыре месяца копали землю по ночам руками, там, чем придётся, и выносили её там с одежды, то есть понемножку они там это всё делали, чтобы не скакало большое количество земли и так далее. И они прокопали себе такие, понимаете, и убежали из гетто. И эту историю, кстати, рассказал один из участников этих событий, Джек Каган. Я его цитату вчера приводила вам, когда говорил о пионерах. Он ещё потом очень много, ну, оставил разных свидетельств о Холокосте, вот, и он непосредственно участник этих событий. Да, и этот музей до сих пор и работает, он является филиалом историко-краеведческого музея. Судя по всему, ну, мне кажется, что там тривиальные причины, недостаток финансирования и персонала, поэтому этот музей открыт не всегда. Вот, но, в общем, это один из хороших примеров мемориализации Холокоста в Беларуси. Вот, и таких очень вполне себе персональных. Ой, а вот и всё. Да, в итоге, к чему это я всё говорила? У меня есть несколько заключений по этому поводу, несколько соображений. Буду рада, если вы тоже ими поделитесь. Смотрите, чего точно не было в белорусской публичной истории? Не было вот этой культуры свайверс, людей, которые выжили после Холокоста и оставляют свои воспоминания. Это только отдельные фрагментарные сюжеты, связанные с новогрузским, с новогрузским вот этим кейсом. И Минское гетто, то, что собирала, историческая мастерская публиковала. То есть, допустим, даже в Польше бывшие узники гетто имели возможность, имеют возможность, может быть, ходить по школам, рассказывать. То есть, то, что делают партизаны, бывшие партизаны или участники, ветераны войны, мы их сегодня называем и в России, и в Беларуси, и рассказывают о своём опыте. Вот этой культуры не было. И это тоже существенная такая вот особенность памяти о Холокосте. То есть, если бы эта традиция существовала, то она бы как-то тоже оказала влияние на культурную память о Холокосте среди населения тоже Беларуси. Ну, потому что, когда они проживали в Беларуси, их не опрашивали, да, и плюс многие выехали в 90-е особенно годы. В ходе вот этой аллергии. Короче, просто профессионально это не делали. То есть, даже в том-то, когда можно было бы в Великолептии войне, там, видео, ну, как везде делать видео, там, с людьми, которые об этом рассказывают, которые поперечили, ну, такое не записывалось. Не записывалось, да. Ну, то есть, почему это не... Ну, почему в Советском Союзе не изучали Холокост? Да, это вот туда же, к этой теме. А, от Герпис какой-то? Почему в этой киностате белорусского народа и не Холокосте? А есть ответы на эти вопросы? Почему в Советском Союзе? Ну, эта тема, на самом деле, достаточно изученная. Я вас, наверное, здесь переадресую книги Аркадия Зельсера о мемориальной культуре в Советском Союзе и представленности Холокоста в этой мемориальной культуре. Как вам сказать? Это, ну, выражаясь мягко, это не приветствовалось в исторической политике. Это не было основным вектором этой исторической политики. Фокус был на другое. Аналогичное, как Беларусь. На геноцид, но белорусского народа. Но здесь, как вы понимаете, здесь такой неоднозначный кейс у нас получается. Потому что, с одной стороны, мы можем сказать, что Холокост в Беларуси слабо изучен, мало делается, мало понят, не поднимается эта тема Холокоста в публичном пространстве. Почти. Но, с другой стороны, все-таки в рамках этого нарратива нового, этой концепции геноцид белорусского народа, там же, ну, это как бы такая ситуация, да, о чем сказал Юлиан в самом начале. Как бы нельзя не сказать. И все-таки говорят, да, то есть он, как бы, получается, представлен, но за счет вот этой новой концепции, которая вызывает множество вопросов. И, ну, естественно, понятно, что Холокост в любом случае, он, как бы, не является основной сюжетной линией в истории этого геноцида, да, он скорее такой, какой-то некий фон, что-то такое, да, в стороне, на вторых, на третьих, четвертых ролях. Да, но он тоже упоминается, поэтому, как бы, полностью он не забыт. Но, то есть мы не можем говорить о полном забвении, естественно, Холокоста, но если там возвращаться к теории Алии Дастман о забвении уже, то она там предлагала несколько типов забвений, как общество забывает свою историю. И это забвение, скорее, связанное с тем, что мы о чем-то умалчиваем или что-то игнорируем, и поэтому забываем. Ну, как бы, что-то не проговариваем, составляем это... Вытесняем какие-нибудь... И таким образом, как будто бы, да, вытесняем это. Что будет дальше? Я не думаю, что будет полное вытеснение. Но мы видим, опять же, что тема Холокоста является сложной вообще. Ну, кстати, сейчас я попробую сформулировать. Вот я, когда готовилась сегодня к лекции, у меня получалось хорошо сформулировать. Сейчас я попробую это сделать. Я даже что-то записала, но... В общем, сегодня у нас, как бы, опять как будто бы наступает новый этап, как мне видится, я могу ошибаться. Переосмысление Холокоста. Вот этот фильм, который я уже в прошлый раз упоминала очень хорошо, что вот тема Ханарин здесь оказалась такой одной из ключевых в программе школы. Ну, можно просто прочитать там ее книгу об Эйхмане. И сегодня у нас поднимаются очень сложные вопросы о Холокосте опять, да, то есть Ханарин поднимает об участии еврейского населения, да, в тех событиях. Ян Томаш Гросс об участии поляков. Сравнительно недавняя книга литовской журналистки Руты Ванагайте свои поднимает тему участия рядовых литовцев, маленьких вот этих людей в Холокосте. И как их действия способствовали вот этому насилию, которым мы сегодня собирательно называем это Холокост. И из-за этого Рута Ванагайте покидает Литву, потому что, ну, от нее многие отвернулись, она оказалась в очень тяжелом положении, как в свое время Ханарин. И она была вынуждена, если не ошибаюсь, в 2022 году покинуть Литву. И таким образом, как бы, тема Холокоста, это уже не просто, как вот когда-то в 60-е, да, в первых работах о Холокосте, что там было, механика уничтожения, сколько конкретно жертв, как конкретно люди жили в Гетто. Это какая-то более широкая проблематика. И это, как бы, попытка подобраться к вопросу, а почему случилось так, а не иначе, да. И здесь, может быть, поэтому не очевидно, да, что я объединила такие две темы предпосылки к Холокосту, да, какие-то 20-е, 30-е и вот современную ситуацию памяти о Холокосте. Потому что и изучение предпосылок, и пристальное рассмотрение памяти, оно как бы наталкивает нас на мысль о том, что до сих пор Холокост является достаточно сложной проблемой. В нашей цивилизации, да, европейской, в наше время, там, 20-е, вторая половина 20-го, 21-й век, и Холокост, это уже явно не только об уничтожении евреев, и даже не только об уничтожении евреев, цыган, гомосексуалов, инвалидов и так далее. Это что-то большее, да, это какие-то моральные проблемы, на которые мы, ну, как мне кажется, сознательно или неосознанно избегаем искать ответ. И вот мне кажется, что это вот, почему Холокост так мало представлен, да, в истории Беларуси? Тут, может быть, могут быть разные причины, но у меня есть ощущение, опять же, оно может быть ошибочное, мое личное. Когда мы говорим о Холокосте в Беларуси, и говорим о нем подробно, в каких-то, на каких-то ярких примерах, на примерах конкретных судеб, у нас неизменно возникает вопрос о bystanders, и это уже есть моральный вопрос, это уже не только о Холокосте, как об уничтожении, ну, как бы их, евреев, да, с точки зрения Беларуси, да, а это уже как бы и о нас тоже, вот, то есть это такая общая проблема, ну, и что с ней будет дальше происходить, посмотрим, вот, ну, интересно смотреть на эту память, так или иначе. У вас какие-то соображения или вопросы, да, Женя? Немножко, скорее, я, конечно, помню, что мы рассматриваем на то, что зовут еврейская организация, но у меня просто есть какое-то видение, что Россия, в общем-то, и, условно говоря, там, наш, официальная историческая политика наша, в общем, она состоит тоже в основном на 2-й войне и затрагивает Холокост на поверхность. А в основном, с сохранением памяти Холокостя в России, мне кажется, как раз еврейские, ну, и связанные с еврейской организацией. Ну, у них есть деятельность, да, есть еврейские музеи в Минске при общине, и, конечно, там, День памяти жертв Холокоста, это обязательно какие-то мемориальные мероприятия в этот день. То есть все происходит, просто я эту историю подробно вам не рассказывала. Ну, то есть, если мне здесь подробно об этом говорить, нужно на каких-то конкретных примерах, примерах каких-то конкретных, там, может быть, мероприятий и так далее, ну, а за этим нужно идти к источникам информации. Можно я вкратце вот как-то темно дополню? Да, я, давайте. Ну, да, День памяти Холокоста международно делается, причем на базе музея Великой Отечественной войны, посольством, ну, и музеем. Туда приходят официальные лица государства, там, ну, того или иного уровня, но тем не менее, то есть это все делается совершенно официально. А по поводу, вот, деятельности общин, ну, в первую очередь, это установка памятных знаков на местах уничтожения, потому что далеко не всех вывозили в лагеря уничтожения, наоборот, это даже, все-таки, скорее, меньшая часть, а большая часть была расстреляна на местах, ну, там, где в городах и местечках, где было гетто, то есть где-то на окраине, иногда в нескольких местах. И вот, там, союз общин, у них есть специальная комиссия по увековечению памяти о Холокосте, и они устанавливают армориалы на вот этих вот всех местах, причем обязательное условие, что там именно должно быть указано в тексте, текст обычно на трех языках пишется, на еврейце, на по-русски и на белорусское море, и там указано, сколько людей там погибло, и указано, что это евреи. То есть это совершенно это самое. Теперь, ну, делается это общинами, делается это финансирование из-за рубежа, делается это по инициативе общин, но это делается и все равно в сотрудничестве с государством, потому что это, на это получаются там все необходимые разрешения, это же не какая-то такая просто там локальная деятельность или что-то такое. Получается разрешение, это согласовывается там во всех профильных структурах, и эти объекты попадают под охрану, они входят, они имеют статус воинских захоронений. Ну, вот как все другие мемориалы, посвященные Второй мировой войне в основном, эти же памятники попадают в такой же статус. И тут, ну, как бы мне кажется, что тоже есть такая часть, которая затрагивает и общины, и все-таки государство, которое хоть и так немножко, ну, как бы в тени, но участвует в этом и уж, по крайней мере, не препятствует и поддерживает это все потом в каком-то виде. Уже потом, как правило, местные исполкомы распределяют вот такие вот мемориалы, ну, каким-нибудь школам, вот под школам, не знаю, там, может, каким-то учебным заведением другим, под патронат, да, они вот приходят, там, прибирают что-то, там, возлагают цветы, может быть, в ту дату, когда это произошел, там, вот этот вот расстрел, делают какие-то мини-церемонии. Опять же, там, каждый в силу своих, ну, своего понимания, там, как правильно проводить церемонию, но это действительно есть, поэтому вот такое непубличное, наверное, да, участие, как бы со стороны государства, оно все-таки в этой теме, ну, тоже прослеживалось. Да, спасибо, очень хорошее дополнение, спасибо большое, Илья. То есть мы не можем говорить о том, что, как бы, государство полностью отрицает Холокост или полностью, как сказать, стремится игнорировать эту тему. Полного игнора нет, да, но это действительно не... Ну, не так подробно об этом говорится, как могло бы быть. Еще какие-то идеи, соображения? Можно про 19-го народу спросить, про эту концепцию? У меня подочиняющий вопрос, то есть, как бы, главный проблем в том, что она вытесняет тему Холокост, да, и какие-то вопросы... Нет, там-то и дело, что она, как бы, мы не можем говорить, что она полностью вытесняет. Она, как бы, ее тоже поддерживает за собой, потому что она, как бы, не может... Это не может полностью отрицаться. Вот в этом, опять же, неоднозначность, такой парадокс. Я вас передала. Нет, я хотела просто спросить, или есть вопросы к самой этой концепции? Да, потому что она не научно-политическая, в первую очередь, она очень ярко политически окрашена. Есть вот в Литве, в Латвии или в Украине геноцид литовского народа в связи с Холокостом? Там нет вообще... Нет, ну там есть советская оккупация, допустим. Но это другой вопрос. Но геноцида литовского народа? Да, я там, если я подразумеваю, что это геноцида, там какой-то... А, а, он назывался музей геноцида, я не знаю? Жертв. Да, там подразумевается, что жертва геноцида, это не тот, что это продаж от советской оккупации. Советская оккупация? Да, немецкая там вообще не было. Несмотря на то, что это знаки, в котором находится этот музей, был зданием НКВД, КВБ, и был зданием Гестан, был музей оккупации. Вот в Риге, в Риге же наоборот, там музей оккупации Латвии, но не латвийского народа, да? То есть, как бы, от оккупации Латвии пострадали и евреи, и русские, и украинцы. Они не имели проблем с еврейским местным общением. Отличное, убрали. А можно в той моменте очень объединиться, что это геноцида, давайте сделаем побольше памятников, музеев, и там будет и про евреев, и про белорусов, и про лидовцев, как бы сыграть вот на этом. А кому объединиться? Ну, кому вы это предлагаете, нет? Ну, да, я это тоже. Ну, плат-евреи и белорусы и белорусы. Ну, это концепция запретения геноцида, да. Ну, да, мы запретим уже, ну, что делать? Надо это использовать. Не, почему, а это же тоже сюжет у Олега Асман про конкуренцию жертв, да? Да. Ты как раз их говоришь, что нам постоянно апроприируют все друг у друга вот этот статус жертв. Вот так же, вот, белорусский народ, ну, вот, конкуренцию свести на... На нервы. На нервы, да. Так неинтересно вылежить. Знаешь? А, да. Вы сказали, что сейчас уже с вами методы обычной перерекомендации памятники, как бы устревают, и сейчас, что мы будем изобретать. Какие методы? То есть это какой-то, какой-то здесь, по-моценсорам, то есть запахи... Да. Да, ну, сейчас это же есть широко применяется в музеях, там, всякие ароматы, звуки какие-то. Да. Тоже бады-яр. Они же сделали... Держи? Нет, бады-яр саму памятник. Угу. Ну, да. Они же, по-моему, как раз несколько лет назад его реконструировали и сделали возможность, чтобы можно было посмотреть на пленку и увидеть, как это делалось. То есть они использовали и хроники, и могли увидеть саму использовую фактор. Ну, то есть это такое, что у них тоже противоречиво метод в этой действии, но смысл современных комплексов в комплексе попросил в том, чтобы ты мог как-то вжиться. Хотя в частичной ситуации... Какими-то другими органами чувств. Да. Или, так сказать, задействовав больше органов чувств, патологии прочувствовать. Кстати, я вдруг вспомнила про Хатейн. Мемориальный комплекс, который был возведен в конце 60-х. Но там есть эти колокола, и они звенят периодически. И в этом поле, там такая пустынная местность, и периодически звенят колокола. Вот это да, всегда штука. Это уже тогда было сделано. Да. Кстати говоря, о паре идеале, как вы сказали о том, что люди не обращают внимания, например, с колясками, когда женщины не ходили через коляску, или с колясками по терапии. Так получилось, что, получается, лет 5 назад началась дискуссия о том, что нужно построить музей, наверное, на территории. Не в образовательном городе, как даже в буро-национальном фон, который планировал построить 4-5 музея, в том числе музей, который посещен на Холокостку. Но проект был заморожен. Да, я знаю. Вот. Поэтому, видимо, такой момент, иначе, видимо, в том, что нужно как-то маркировать пространство, чтобы было ясно, что это за пространство, и чему оно именно посвящено. То есть, чтобы не было любых случаях. Да, я согласна. Да, я про этот проект читала, да. А был же курс даже на школе Сейфера, который... С Андреем Завадским, да? Нет, Лихачев. Только имя вылезло мне, как его зовут. Ну, вот он из Киева приезжал как раз, и вот это все подробно рассказывал, все вот эти вот истории, там, про эти музеи, как это все там, всю эту концепцию, что, куда, почему это. Есть, ну, записи, и тут еще. Мне, кстати, сказал, хороший был еще сайт, потому что такие исследования, провели большое количество интервью. Ну, и у современной молодежи вообще, что они знают про Холокос, кто от всех, кто пострадал. И, то есть, они прям с разных точек зрения, у разных информаций брали интервью. И это, по-моему, в общем-то, везда с пояса всяких вопросов. Угу. Еще два года назад можно было даже в России присоединиться, и поучаствовать в качестве его адзора, либо, опять же, дать какую-то, какой-то самому внутреннюю. Угу. Хорошо. А вы поменяли книгу про забвение, как она называлась? Длинный день прошлого. Длинный день прошлого. Длинный день прошлого. Да. Ну, я могу вам скинуть софтериографию по этой теме, по забвению. Ну, самое интересное. Длинный день прошлого или это астма? Ну, что, друзья, спасибо вам большое за работу. Была рада с вами познакомиться, пообщаться. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.